Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. В студии работает Саулева Галиева, судопереводжан Доса Адилова. И в этом выпуске вы увидите. Работа по строительству водопровода в селе Кайнар, а также реконструкция водозабора в микрорайоне Затон и поселке Шульбинск отстают от графика. Об этом стало известно на выездном совещании партии Нур-Тан. В этом году в семье обновлены 23 километра автодорог. Новые технологии, использованные при ремонте, применены впервые в Восточном Казахстане. В семье прошло первенство города по боксу среди подростков. В нем участвовало около 100 спортсменов. Мажорец парламента рассмотрел и ратифицировал договор с Королевством Саудовской Аравии о передаче осужденных лиц. Данный законопроект предусматривает отбывание наказания осужденных в Казахстане или в Саудовской Аравии лиц у себя на родине. К примеру, если соотечественник наш совершит преступление в Саудовской Аравии, он, безусловно, будет наказан, но отбывать наказание ему придется в нашей стране. Точно так же, если гражданин Саудовской Аравии будет осужден в Казахстане, то отбывать свой срок он будет у себя на родине. Необходимо сказать, что если осужденный представляет опасность для родного государства, то возвращать его обратно в страну не будут. На сегодняшний день такие договоры подписаны с несколькими государствами. Это Китай, Испания, Корея. Еще с какими странами будут заключены такие договоры? На сегодняшний день мы готовим аналогичные договоры с такими странами, как Бразилия, Греция, Кипр, Македония и Малайзия. Также планируется ратификация документов о передаче осужденных лиц еще с несколькими государствами. К новостям в городе. В городском филиале партии Нур-Этан состоялось выездное собрание областной комиссии партийного контроля по вопросам объектов государственной программы Нур-Лыжол. В нем приняли участие представители подрядных организаций, представители коммунальных отделов и предприятий, а также депутаты городского маслехата. В нашем городе по программе Нур-Лыжол реализуются 11 проектов. Все они являются социально значимыми и все они на стадии реализации. На заседании были заслушаны отчеты подрядных организаций о проделанной работе. Также на собрании были подняты вопросы отставания от графика строительства водопроводных сетей в селе Кайнар, Шульбинске и в районе Затон. Члены комиссии лично проехали на один из объектов и ознакомились с проводимыми работами. Мы видим, что компания в принципе поступила к работе. Это думается, что где-то в мае следующего года они выполнят эту программу. Но мы будем осуществлять постоянно партийный контроль за этим участком. Очень важно, так как будет запитан микрорайон Карагавы. По словам ответственной организации, большая часть выделенных средств была использована для закупа необходимого оборудования. Почти все бюджетные деньги освоены. Несмотря на то, что работы ведутся активно, реконструкция водозабора в районе Затона идет с отставанием от графика. Причина – нехватка рабочей силы. В рамках программы Норлужол осуществляется проект реконструкции водозабора Затон с увеличением производительности от 3000 м3 в сутки до 9000 м3. Сейчас проводятся подготовительные работы по бетонированию, по укладке фундаментов. Также подрядные организации «Азимут» и «СМПК-410» в Шульбинске приостановили работы в связи с отсутствием сырья. В селе Кайна ремонтные работы ведутся с отставанием от графика на 40 дней. Подрядные организации «Райсстрой», которые этим занимаются, были сделаны замечания. Ремонтные работы должны быть закончены в срок. Планируется, что на следующей неделе члены областной комиссии партийного контроля вместе с Акимом города Ермаком Салимовым лично посетят село Кайнар с проверкой. Эти и другие вопросы также будут рассмотрены в Бюро Полицовета Восточно-Казахстанской области. По Кадгуль Козецкая, Рад Кожахметов, Служба новостей семей. В этом году на средний ремонт дорог семьи были выделены 1,2 млрд тенге. Данные средства были направлены на обновление дорожного полотна магистральных улиц с оживленным движением пассажирского транспорта. В этом году дорожники применили новую технологию, которая позволила качественно и быстро отремонтировать около 23 км асфальтового покрытия. Этим летом жителям семьи пришлось потерпеть неудобства, связанные со средним ремонтом дорожного покрытия центральных улиц города. Но в конце концов их терпение было вознаграждено. Сейчас основная часть водителей и пешеходов отмечает хорошее качество асфальта и довольно проведенным ремонтом. Вместе с тем семичане просят руководства в следующем году обратить внимание и на другие улицы города. Я счастлив. Дай бог, чтобы подольше асфальт продержался. А так, конечно, здорово. Как водитель я доволен. Ну, раньше, я не знаю, едешь и плачешь. В общем-то, похоже на то, что деньги на ветер были выброшены. Качество ужасное было. Молодец. В этом году хорошо сделали. В том году вообще? Плохо сделали дороги. И по сравнению с тем годом отлично даже, можно сказать. Более-менее. Качество ремонта дорог очень супер. Глазу приятно, что меняется город, качество дорог. Водители, таксисты все довольны. Дай бог, чтобы это продолжалось. И промежуточные какие-то улицы асфальтировали, потому что у нас город песчаный. И поэтому вот эти пыли, пыльные бури. А чем больше будет газового на качество дорог, покрытия, тем людям будет комфортно. Выделенных денег, а это 1 миллиард 200 миллионов тенге, хватило на ремонт 8 магистральных улиц Семея, на которых наблюдается оживленное движение пассажирского транспорта. Во время работы использовалась новая для нашего региона технология, которая отличается высокой прочностью дорожного покрытия. Средний ремонт, все было предусмотрено средним ремонтом, но мы в этом году предложили технологию, новую технологию, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Эта практика уже, как говорится, действует в других странах, а у нас, в Восточном Казахстане, это впервые применяется данная технология. И я думаю, что она себя зарекомендует. Мы посмотрим это в следующем году, как будет действовать этот метод. И будем продолжать дальше. По словам представителей отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, качество ремонта на протяжении всего периода контролировалось специалистами. В ближайшие дни будет проведена окончательная проверка, после которой эксперты дадут свое заключение. По гарантии, буквально несколько дней назад у нас здесь присутствовала лаборатория, ШГС-лаборатория, которая контролирует все вопросы по качеству асфальтобетона. По предварительным данным у нас в этом вопросе никаких проблем нет. Камеральный обмер и по качеству асфальтобетона мы запланируем на конец сентября этого года. Отметим, что в течение лета отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог была проведена определенная работа по замене старых автобусных остановок. В этом году на эти цели было выделено 25 миллионов тенге. На данный момент на оживленных маршрутах уже установлено 20 автобусных павильонов нового дизайна. Сама Цикенов, Ильжан Макзумов, Ярнур Халелов, Служба новостей семей. В Бескарагайском районе широко отметили 130-летие заслуженного деятеля искусства Казахской ССР Акена Айтыскера Нурлубека Баймуратова. В честь этой даты в родном селе поэта-импровизатора был установлен памятник и организована конференция, направленная на пропаганду его творческого наследия. Культурно-массовые мероприятия, проведенные в рамках сохранения духовно-нравственных ценностей казахского народа, прошли при поддержке руководства Бескарагайского района и местных предпринимателей. Талант Нурлубека Баймуратова занимает особое место в казахской поэзии. В свое время большое влияние на творчество Акена-импровизатора оказали произведения Абая Кунанбаева и Асета Найманбаева. Заслуженное признание в народе получили такие его поэмы, как «Канды Жорек» и «Ерту леген». Но за то, что Акен открыто и честно говорил о страданиях народа из-за голодомора, в начале 20 века он подвергался политическим репрессиям. Во время конференции участники отметили, что память о таких личностях должна передаваться из поколения в поколение. В связи с этим в рамках программы «Туганжир» во дворе школы, которая носит имя Нурлубека Баймуратова, был установлен памятник Акыну. Я уверен, что проводимые нами мероприятия имеют важное значение в духовном воспитании и оставят большой след в душе последующих поколений. Это все делается для молодежи. Надеюсь, что имя Акына навсегда останется в памяти народа. Его творческие состязания с известными на то время айтыскерами Исой Байзаковым, Нартаем Бихижановым, Толеу Кабдиковым до сих пор помнят в народе. По мнению гостей мероприятия, его творческие произведения воспитывают у молодежи любовь к родной земле. В ходе юбилейных мероприятий состоялась презентация книги о творческом наследии Акына. В ней напечатано 14 произведений Нурлубека Баймуратова. Кроме того, в нее вошли труды заслуженного журналиста Бескарагайского района Уалихана Тукушева. Также в ней отражены итоги мероприятий, проведенных в этом году в честь Нурлубека Баймуратова. Наследие Нурлубека Баймуратова всегда было популярно в народе и требует дальнейшего исследования. Поэтому творческая интеллигенция Бескарагая намерена и дальше изучать произведения талантливого Акына. В культурно-массовых мероприятиях принимали участие жители со всего района. Возле родного села, где проживал поэт, были установлены юрты с щедро накрытыми дастарханами. Пусть в нашем ауле вырастут такие же известные Акыны. Пусть молодежь учится на примере наших прославленных земляков. Пусть на нашей земле всегда будет радость и проводятся такие праздники. Праздничные мероприятия продолжились концертной программой и конно-спортивными соревнованиями «Патай», «Топ» и «Аламан Байге». В семье состоялось первенство города по боксу среди кадетов и младших юношей. Он проводится дважды в год. В этот раз турнир был организован среди старших возрастных категорий мальчика 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. Всего участвовало 94 юных боксера. Турнир проводился по 12 весовым категориям. Он стал отбором сильнейших боксеров на первенство Восточно-Казахстанской области, которое пройдет со 2 по 6 октября в Уст-Каменогорске. В дальнейшем победители областного тура получат возможность выступить на зональном первенстве Казахстана. «Подготовка очень хорошая. Надеемся, что на области выступим хорошо и, возможно, командные должны выиграть. В семье бокс развивается очень хорошо. Работают три спортивных школы в городе. За последние годы становились чемпионами Казахстана, участвовали на чемпионате мира, на чемпионате Азии». «Самые большие достижения пока чемпион международного турнира, кандидат в мастер спорта, двукратный чемпион области. И я сразу на область попадаю, первый номер 48 килограмм. В жизни каждого мальчика мужской характер нужен и что поставить за себя, за своих близких». И в завершении выпуска штормовое предупреждение. 29 сентября в Восточно-Казахстанской области синоптики обещают местами сильные осадки, дождь с переходом в мокрый снег, а также усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду с порывами до 28 метров. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok В Алматы будет пасмурно, местами дождь. Днем 17 градусов выше нуля, ночью плюс 10. В Астане пасмурно, возможен дождь. Днем 4 градуса тепла, ночью плюс 2. В Семее будет пасмурно, местами дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Днем ожидается плюс 5, ночью 3 градуса тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова